МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале 1-й карагандинских студий Гульнуржаген. В начале выпуска коротко о главном. Жители поселка Актаз добиваются нормального теплоснабжения. Отопительный сезон идет уже 2 месяца, а жители двух микрорайонов до сих пор используют обогреватели. В Казахстане эпидемиологическая ситуация с корью остается напряженной. Каждый день врачи регистрируют все больше новых случаев. Преимущественно среди детей младшего возраста. В Караганде стартовал 5-й традиционный мемориал по легкой атлетике. В соревнованиях принимают участие более 100 юных спортсменов из разных регионов страны. Обо всем более подробно. Жители поселка Актаз добиваются нормального теплоснабжения. Отопительный сезон идет уже 2 месяца, а жители двух микрорайонов до сих пор используют обогреватели. На днях группа активистов встретилась с Акимом поселка и услугодателем, чтобы выяснить причины некачественного теплоснабжения. В поселке Актаз нет своей теплостанции. Все дома состоят на попечении частных котельных, которые оказывают услуги на период отопительного сезона. Вот эти два микрорайона отапливает котельная, переданная в доверительное управление. Должна отапливать. Но качественного тепла местные жители в этом году еще не видели. Так, во всяком случае, заявляют активисты. На встрече глава поселка заявил, что причиной плохого отопления в конце октября стали сразу несколько факторов. Это и некачественный уголь, и непромытая внутридомовая система. На последний факт местные жители возмутились. Услугодатель, однако, внутридомовая система. Я не знаю, если другие дома, но наши кочевания... Я вам говорю уже, ни в одном стороне надо смотреть. Есть моменты со стороны котельных. Я не защищаю здесь. Чуть позже на встречу пришел и сам услугодатель. Помимо вышеперечисленных проблем, Марат Токушев добавил еще одну. Потом одна из проблем, то, что подряд чуть-чуть задержал котлы нам. Два котла было. Вот сейчас третий котел подсоединили. На днях сейчас три котла в работе. У нас четвертый в ожидании. Скидку мы сделали. Какую скидку? Насколько могли. Скидку сделали 70% на 5 дней. Вот эти, когда задержки были с поставкой топлива у нас. Сегодня котельная работает на трех котлах. Топливо завозится качественное. Этого достаточно для нормального прохождения отопительного сезона, заявил услугодатель. Но гарантий давать жителям он не стал. Все нормально, работаем сейчас. Я же вам объяснил же причины. Там отклонений где-то, что возможно в какой-то период времени еще раз обслуживаются. То есть здесь, а то есть здесь. Ну как я вам могу такие гарантии дать? Это, допустим, оборудование. Она может выйти из строя, правильно же? Займет какое-то время. А оборудование у вас в каком состоянии? Оборудование нормально в рабочем состоянии. Не удовлетворившись ответами услугодателя, местные жители потребовали от исполнительной власти жестко контролировать деятельность предпринимателя. На что Аким поселка ответил. Контролировать будет, но в рамках своих полномочий. Акиматом поселка никакие меры, рычаги нету здесь. Мы не можем отвечать за качество угля, за услугодателя. Мы тоже только имеем зайти в котельную, спросить у котельных, какие проблемы донести в городе Сарай. А у вас вообще связь есть у себя угадать? Конечно, есть. А почему? Ну, почему вы тогда не требуете? Вы как Акимат вы обязаны требовать от него? Если вы не будете выжить этот народ... Построили ее в 2012 году практически в центре микрорайона. Экологи постоянно фиксируют превышение вредных выбросов в атмосферу, а также загрязнение золой. Акиматом города Сарань, территориально Актаз относится к Саране, принято решение перенести котельную в степь за 200 метров от жилых массивов. Но понятно, что делать это будут не сегодня и даже не завтра. В тот раз Аким в городе приезжал, я ему предложил вывезти котельную за микрорайон, в сторону степи 200 метров. В связи с чем? В связи с золой. В связи с копытю, возле школы, за школом стоит. Экологи тоже тревожатся, постоянно их оформляет, данная котельная. Котельная находится на балансе ЖКХ города Сарань. По всему видно, проблем в поселке немало, но главное из них – это отопление. Аким Карагандинская область и Ермаганбет Буликпаев продолжает проводить встречи с жителями. В предстоящий четверг, 30 ноября, глава региона и руководители областных управлений встретятся с жителями Караганды. Встреча пройдет в 15.00 в бизнес-центре «Орлан» по адресу улица Таттимбета, 709, здание Цона. Для удобства можно заранее направить свои вопросы и предложения в службу СНМ-109 с пометкой «Вопрос для Акима». Бесплатный звонок по номеру 109. В Караганде с 1 декабря начнет работать новый автобусный маршрут номер 48, сообщили в городском Акимате. Об этом просили жители Большой Михайловки. Движение будет по направлению улицы Долинская, монтажная через главную дорогу по улице Вагонной. Если раньше жителям отдаленных домов приходилось преодолевать пешком более километра до остановки маршрутов номер 1 и 5, то теперь этот вопрос решен. Сообщается, что на маршруте будет курсировать один автобус в будние дни и субботу с 7 утра до 8 вечера с интервалом движения 60 минут. К другим новостям. В Казахстане эпидемиологическая ситуация с курью остается напряженной. Каждый день врачи регистрируют все больше новых случаев, преимущественно среди детей младшего возраста. Ситуацию с ростом заболеваемости рассмотрели на заседании правительства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова. Осложнение ситуации по куре отмечается в 167 странах мира с регистрацией более 415 тысяч случаев. В Казахстане зафиксировано более 17 тысяч случаев куре. Свыше 80% из них приходится на детей, при этом в большинстве своем непривитых. Случаи курей зарегистрированы во всех регионах. Повышенный уровень наблюдается в городе Шымкент. Свыше 3 тысяч случаев зарегистрировано. Город Алматы, Жамбулская область свыше 2 тысяч случаев. В Алматинской, Мангистаусской, Ахтюбинской, Казалардинской и Атраусской областях отмечается с сентября текущего года в связи со скоплением детей в организованных коллективах. В результате уровень заболеваемости возрос в 2 раза. В ноябре зарегистрировано более 6 тысяч случаев куре. Министерство здравоохранения рекомендует родителям проверить привитость детей и принять меры по своевременной иммунизации при появлении симптомов заболевания кори, обратиться за медицинской помощью, не заниматься самолечением, пользоваться достоверной информацией о вакцинах. Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что необходимо как можно скорее остановить рост заболеваемости. Он указал, что бороться с подобными опасными заболеваниями можно только вакцинацией, и поручил усилить соответствующую работу. Уважаемые коллеги, мы должны остановить рост заболеваемости. Как известно, кори может иметь осложнение, которое негативно сказывается на детском здоровье. Поэтому меры должны приниматься не только со стороны системы здравоохранения, но и со стороны всего общества. Здоровье детей, самое главное, кроме вакцинации, по-другому невозможно бороться с подобными опасными вирусами. Поэтому работу по вакцинации надо усилить. Министерство здравоохранения и Акимата следует усилить информационно-разъяснительную работу о необходимости вакцинации. Всем Акимам держать вопрос вакцинации на личном контроле и координировать работу с Министерством здравоохранения. Также отмечается, что среди госпитализированных 30 детей находятся в отделениях реанимации в тяжелом состоянии. Из них 15 детей до года. Для стабилизации ситуации плановой иммунизации охвачено более 600 тысяч детей в возрасте от года до 6 лет, что составляет 84% от подлежащих вакцинации. До конца года планируется охватить еще более 100 тысяч детей данной возрастной группы. Дополнительно закуплено полтора миллиона доз вакцины против кори. Профилактическую работу с подростками продолжает руководство полиции Карагандинской области. На днях в Темиртаусской гимназии побывал начальник областного департамента генерал-майор полиции Санжар Адилов. Безопасность детей – один из приоритетов работы полиции. В новом учебном году не только инспекторы по делам несовершеннолетних, но и руководство полиции регулярно встречается с учащимися школ и колледжей. В ходе очередной встречи разговор шел на острые темы – буллинг и вымогательство в учебных заведениях, вовлечение подростков в наркоторговлю – современные угрозы будущему страны. Главный полицейский Карагандинской области отметил, что с 14 лет наступает уголовная ответственность по самым тяжким преступлениям. «Каждый свой шаг, каждое свое движение надо взвешивать. Даже какой-то толчок своего сверстника, который упадет, разобьет голову, не дай Бог, что-то дать – это уже тяжкий бред здоровья. Это уже уголовная ответственность. Там взять у кого-то, забрать что-то, ради того, что посмят, а я им что завтра отдам. Ребята, это уже грабежь. Принести там к дому можно, вот так вот, вот так попугать и забрать там, условно говоря, 2000 тенге – это уже разбой. Заработать 5000 тенге, там в телеграм-канал подписаться – это уже незаконное хранение, не то, что хранение, это незаконное спутник наркотиков. Это уже от 10 и выше лет свободы». Подобные встречи направлены на повышение правовой грамотности подрастающего поколения. Санжар Адилов также затронул другие важные темы. К примеру, основы безопасного поведения в интернете. Чтобы не стать жертвой вымогателей или мошенников, не позволить втянуть себя в преступные схемы, стоит думать о том, какую информацию о себе вы делаете общедоступной в социальных сетях. Кроме того, полицейские призвали школьников быть нетерпивыми к любым нарушениям. «Хотел бы сказать, что принцип мулевой текдимости – то, что у нас должно быть полное неприятие, потому что вот с этого начинается. Там бутылку разбил, там мусор кинул, там плюнул, там аккурат бросил. И мы должны не бояться и не стесняться сделать замечательную другую другу. Даже немного постарше классики, младше классики. Естественно, это нужно сделать очень мягко, культурно, но в то же время требовательно, понимая, что от этого зависит дальнейшее поведение человека». Руководство Тимиртаусской гимназии также провело экскурсию по учебному заведению. А стражи порядка, в свою очередь, продемонстрировали работу кинологической службы. Отмечается, что беседы руководства полиции с детьми и подростками проводятся на постоянной основе в рамках профилактического мероприятия «Правопорядок» и акции «16 дней против насилия». Работа в этом формате активизирована. Свыше 7 тысяч административных нарушений выявили в Карагандинской области за 6 дней операции «Правопорядок». Напомним, что с 20 по 30 ноября в Казахстане проходит оперативно-профилактическое мероприятие, цель которого – нулевая терпимость ко всем, даже мелким, правонарушениям. За 6 дней оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» в регионе проведено 745 рейдов. В них участвовали 803 сотрудника полиции и 340 представителей общественности. В дежурные сутки 120 преступлений. Задержано 7 уголовных преступников, находящихся в розыске. Выявлено 23 факта хранения и ношения запрещенных предметов, огнестрельное и холодное оружие, наркотических средств. Проверками по месту жительства охвачено свыше 6 тысяч подучетных лиц. С их стороны выявлено 79 нарушений. Всего по области выявлено около 7,5 тысяч административных правонарушений. Из них около 4 тысяч – это нарушения правил дорожного движения. 463 водителя привлечены к ответственности за разговоры по мобильному телефону во время движения, а 669 пешеходов за переход проезжей части в неположенном месте. Солдаты и срочники теперь могут получить бесплатное высшее образование. Те, кто прошел службу, смогут поступить в ВУЗ без сдачи ЕНТ. Но есть одно важное условие. Такая возможность предоставляется не всем, а лишь тем, кто отличился высоким уровнем боевой подготовки и дисциплины. Рядовой Эдмунд Ряковский был призван в ряды вооруженных сил из Алматы. Сейчас он завершает исполнять свой долг перед Родиной в войсковой части 54-51 Национальной гвардии. Через несколько дней возвращается домой. Сегодня молодой человек получил грант на бесплатное обучение в ВУЗе. Поступить туда он сможет без каких-либо вступительных экзаменов. Спасибо моим командирам. Я вообще не ожидал, что я буду в ТОП-9 этих наилучих людей. Планирую поступить на высшее обучение в военный институт или в ВУЗе. Куда? В Петропавловск, скорее всего. В городе Далматевск. Спасибо всем. Спасибо моим командирам, начальникам. Такую возможность. То, что я смог получить этот сертификат. Стоит отметить, что претендовали на получение заветных сертификатов десятки военнослужащих карагандинского подразделения Национальной гвардии. И только девять получили возможность поступить в высшие учебные заведения. Такая возможность в стране появилась впервые. В военнослужащих оценивали по ряду показателей. Дисциплина, хорошая физическая подготовка и полное выполнение всех нормативов. Выбрать место обучения солдаты-строчники могут самостоятельно. Воспользоваться этой возможностью они смогут в течение двух лет. От себя лично, от командования, регионального командования в Ордолу хочу поздравить, во-первых, родителей солдат, моих солдат. Солдат за то, что они дисциплинированно, умело, стойко выполнили все задачи, которые были возложены на них. Благодаря им мы обеспечили охрану общественного порядка в Гвардии Караганда, постоянно поддерживали высокую, боевую, а также оперативную служебную готовность. В октябре прошлого года представители Министерства обороны и 70 вузов страны подписали меморандум о сотрудничестве. Этой осенью выделили полторы тысячи грантов для солдат-призывников прошлого года. Свыше 700 предоставили служащим Минобороны 600 Национальной гвардии. Командование войсковой части 54-51 также отмечает, что для военнослужащих срочной службы имеются все условия для качественной подготовки и учебы, имеется своя библиотека, определенная материальная база для обучения. Ежемесячно проводятся практические занятия, на которых военнослужащие оттачивают свое военное мастерство. Солдаты карагандинских войсковых частей присягнули на верность Родине. Торжественная церемония проведения к военной присяге прошли в войсковых частях 31-775 и 44-803. Воинский ритуал прошли более 250 новобранцев, прибывших служить в Караганду со всех областей страны. Новобранцы сразу двух войсковых частей были приведены к присяге на площади перед Дворцом культуры Нового Майкудука. В мероприятие приняли участие командование регионального командования Астана, военнослужащие, ветераны вооруженных сил, а также родные и близкие призывников. Ритуал приведения к воинской присяге является одной из важнейших традиций. Принимая присягу, военнослужащие берут на себя обязательство защищать Родину. Безупречно выполнять обязанности военной службы, добросовестно изучать военное дело, умело применять и беречь вверенное оружие и технику. Начиная со школы, начальной военной подготовки, мой военный руководитель ВВП, можно сказать, подготавливал меня. То есть он говорил, что в любом случае каждый гражданин, каждый мужчина, парень тоже отслужить. И то есть начиная в 15-16 лет я был готов, то есть когда призыв ждет, я был готов служить. И тем более мои старшие братья уже отслужили. И я с самого матча в семье его встретил. Завершилось мероприятие торжественным маршем, после которого командиры побеседовали с родителями солдат и ответили на все вопросы. Отметим, что за месяц службы новобранцы прошли курс молодого бойца, ознакомились с историей и традициями подразделений, в которых предстоит проходить службу. Изучили и тактико-технические характеристики техники и вооружений, основы строевой, государственно-правовой и огневой подготовки. Впереди у военнослужащих насыщенная боевая учеба. Далее о спорте. В Караганде стартовал пятый традиционный мемориал, посвященный основателю школы легкой атлетики Кирсанову Александру Захаровичу. В соревнованиях принимают участие более 100 юных спортсменов из Павлодара, Петропавловска, Алматы, Кукшетау, Астаны, Сатпаева и городов нашего региона. Александр Захарович Кирсанов внимательно изучил состояние спорта в шахтерской столице, а затем внес кардинальные изменения в систему подготовки легкоатлетов. С его именем неразрывно связано становление Карагандинской школы легкой атлетики, достижения спортсменов на республиканских, всесоюзных и международных аренах. Он столько много сделал для легкоатлетики, столько преобразований можно много говорить о нем, потому что он действительно был человек мудрый, талантливый и как тренер. Его даже называли станочником. Когда он приехал, не был же тренер, он один. То есть вот в школе, допустим, в нашей вот этой школе, кстати, он основатель детско-юношеской спортивной школы, с него все началось. А сейчас вот эта школа, видите, процветает, все время занимает первые места, столько тренеров. А он один, один выезжал, тренировал все виды спорта, и метание, и толкание, и длинные дистанции, и длину, и высоту. Короче, все, выезжали и занимали первые места. Поэтому называли еще и станочник. И поэтому он всю жизнь, все сердце с него отдал именно легкой атлетике. Идея проведения турнира пришла его семье после того, когда в 2017 году спортсмена не стало. Первые соревнования в честь Александра Кирсанова прошли в 2018 году. И этот турнир уже пятый. В нем принимают участие более ста юниоров из семи городов Казахстана, а также городов Карагандинской области. Среди них Милана Зубарева. Она отстаивает честь Карагандинской спортивной школы. Кстати сказать, в прошлом году Милана стала победительницей в беге на 600 метров. Сегодня я буду бежать 300 метров, а в прошлом году я была чемпионкой на 600 метров. Рекорд стоит с 2019 года, 43-61, насколько я помню. Сегодня будем пытаться побить. В программе турнира бег на 60, 300, 600 метров. Бег на 60 метров с барьерами, эстафета 4 на 200 метров. А также прыжки в длину и высоту. Соревнования прошли в течение одного дня. Тройка призеров по каждой дисциплине награждены грамотами, медалями. Победителям состязаний вручили кубки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова